Впрочем, некоторые женщины, свое слово уже сказали, и не где-нибудь, а в железнодорожном райотделе милиции Симферополя. Речь идет о проститутках. Их нелегализованный, но приносящий высокий доход вид бизнеса всегда привлекал сутенеров. До недавнего времени они пытались контролировать деятельность представителей с древнейшей профессией. Но это было только до недавнего времени. Ночные лавочки, так их принято называть, отныне не доверяют своим благодетелям. Последние до того довели своих подчиненных, что те вынуждены искать защиты у милиции. В минувшие выходные в железнодорожный РУВД Симферополя обратились несколько представителей с древнейшей профессией. Они просили защиты от своего сутенера. Наверное, нет хорошей жизни. Девчонки, судя по всему, сельские, стали проститутками. Заработать не удалось. Свои доходы и даже больше, до 300 гривен в сутки, они вынуждены были отдавать благодетелю, который таковым на самом деле не являлся. По свидетельству потерпевших, так они проходят по возбужденному уголовному делу, так называемый покровитель, житель Курадосаки, ему около 40 лет, не только отбирал честно заработанные деньги, но и, как мог, издевался над своими подопечными. Издевательства продолжались почти два месяца и нашли свое логическое завершение. Подобный случай обращения проституток в милицию зафиксировано в Крыму, да и в Украине впервые. Ситуация, надо сказать, нехарактерная. Но последствия могут быть самыми серьезными. Задержанного сутенера по окончании следствия могут осудить по статье Уголовного кодекса. Пострадавшим жрицам любви грозит разве что наказание по административному кодексу. Это незначительный штраф. Но что он значит по сравнению с тем, что могли бы и уже потеряли простые друженицы постели и ночных удовольствий? Что и говорить, заработать на жизнь сегодня нелегко. Даже таким, казалось бы, доступным способом.